Давайте начнём, да, вебинар. Переходим на зимний сезон, как раз начались морозы. В всяком случае в Москве, я думаю, по всей России они уже тоже начались. И, конечно же, уход зимний и осенний, он разнится. И разница в первую очередь идёт из-за того, что влажность воздуха на улице становится меньше, чем в квартирах. Если осенью до того, как морозы начались, при проветривании мы повышаем влажность в квартире, то зимой при проветривании мы влажность в квартире понижаем. Это не значит, что не надо проветривать, но об этом нужно знать, что влажность в квартире уменьшается вообще в любой ситуации, и она сильно ниже, чем была осенью. Ну, не только в квартире, да, на работе, неважно где. Итак, чем характеризуется зимнее время? Резкая смена температуры, тепло-холод, когда мы выходим на улицу, когда мы заходим в транспорт, когда мы выходим из транспорта и заходим, соответственно, опять в помещение. То есть у нас в процессе просто путешествия до работы тепло-холод меняется четыре раза, например, да, и к этому нужно понимать, что происходит, когда холодно. Да, поры сужаются резко, кровообращение в коже уменьшается. Когда мы выходим в тепло, всё опять расширяется, щёки горят и так далее. Потом опять всё сужается. То есть у нас постоянно идёт такая зарядка и для сосудов, и для пор, и для потовых желёз, и для сальных желёз. Постоянно идёт то расширение, то сужение. Неблагоприятные условия внешней среды. Это мороз, снег, ветер, это понятно. И нужно понимать, что если просто мороз без снега и ветра, то это ещё можно пережить, да. Если же начинается ветер со снегом, то снежинки царапают кожу лица, и мы получаем, особенно чувствительной кожи, мы получаем большие проблемы потом. Или если человек после пилинга, например, сделал пилинг у косметолога и вышел на улицу. Или сделана была шлифовка, и вышел человек на улицу. А там не просто мороз, а ещё и снег с ветром. То получается такое маленькое обморожение ещё. И это углубляет действие пилинга. Это углубляет любое повреждение кожи, и это не способствует более быстрой регенерации. То есть процесс восстановления кожи после всего этого, если человек пошёл и погулял, или перед, например, долго ждал транспорта, или гулял, например. Вот ко мне не так давно, например, пришла пациентка. Я говорю, а что у тебя щёки такие красные? Она говорит, а я 4 часа гуляла. А мы должны были делать процедуру, которая воздействует на сосуды. Соответственно, я не была уверена в результативности данной процедуры. Потому что состояние сосудов после 4 часов прогулки в мороз, это не то состояние сосудов, которое я ожидала увидеть. Не то состояние кожи. Да, кожа немножко была обморожена. И, соответственно, я вообще не знала, что будет. С этой пациенткой после моих манипуляций. Да, то есть так не должно быть. Это нужно объяснять пациентам обязательно, что перед тем, как пойти к косметологу, или после того, как уйти к косметологу, не надо по 4 часа гулять на улице. Даже полчаса не надо гулять на улице. Обилие отопительных приборов. Понятно, что везде есть батареи. Кто-то дополнительно включает теплый пол. Кто-то дополнительно включает электропростыню, электроодеяло. Еще что-то. У кого-то инфракрасные излучатели на потолке. Это все сушит воздух. Это все с помощью инфракрасного излучения воздействует на нас в том числе. На нашу кожу она тоже от этого сохнет. То есть сохнет не только воздух, просто когда мы сидим рядом с отопительным прибором, то, соответственно, наша кожа получает это инфракрасное излучение и сохнет. Как в инфракрасной бане. Когда мимо нее проходишь, если там просто панорамное окно, панорамное стекло, то половина лица, она скукоживается практически. Так, пониженная влажность воздуха. Об этом я уже сказала. В чем проблема пониженной влажности воздуха? В разнице количества концентрации воды в воздухе и на поверхности кожи. Чем больше эта разница, то есть чем меньше влажность поверхности, в смысле воздуха, тем сильнее влага испаряется с поверхности кожи. Соответственно, наша кожа становится пересушенной, обезвоженной. Отсюда идут очень многие проблемы. Барьеры кожные перестают справляться. С трансподермальной потерей жидкости мы теряем влагу сильнее. Также сниженная концентрация кислорода в воздухе. Больше листиков зеленых нет, соответственно, кислорода чуть поменьше. Это влияет и на концентрацию внимания, и такая сонливость появляется. Ленивость, меньше хочется двигаться, меньше хочется что-то делать. Поэтому проветривать надо в любом случае, потому что в квартире тем более понижается концентрация кислорода, ведь мы в ней сидим, мы им дышим, выдыхаем углекислый газ. Гулять надо побольше, но при этом помнить, что концентрация кислорода снижена в воздухе. Малый световой день. Да, это немножко нарушает наши циркадные ритмы из-за того, что нет яркого света, всё время хочется спать. То есть мы слабо просыпаемся, медленнее просыпаемся, и при этом медленнее засыпаем. То есть нет вот этого резкого перепада день-ночь. К сожалению, то есть всё такое серое и безжизненное. И это тоже доставляет некоторые неудобства. Но это единственный, на самом деле, положительный момент, который можно взять у зимних месяцев. Да, потому что из-за того, что мало солнца, мы можем делать повреждающие кожу процедуры, мы можем делать отбеливающие лечения, мы можем делать какие-то пилинги, лазеры, шлифовки и совершенно не бояться возникновения пигментации. Ну, единственное, конечно, понятно, что зима не означает полярную ночь. Да, и во многих городах нашей страны прекрасно светит солнце, чуть ли не каждый день. Поэтому беречься всё равно нужно. Но, конечно же, если сравнивать с летом, то солнце гораздо меньше зимой, и оно не так высоко светит. Соответственно, за счёт уменьшения светового дня мы действительно можем больше пользоваться вот малой световой активностью и делать более такие грубые, повреждающие процедуры для кожи. И ещё зимнее время характеризуется, к сожалению, гиподинамией. То есть большинство людей всё-таки меньше двигаются, и это приводит, ну, то, с чем нам приходится бороться, да, это отёки. Усиливаются отёки лица. Именно поэтому нужно стараться двигаться, нужно больше гулять, нужно ходить в спортзал и так далее. Ну, и у косметологов тоже нужно заниматься различными лимфодренажными процедурами, чтобы вот эта гиподинамия не так сильно сказывалась на нашем лице. Я бы в отношении воздействия зимы на кожу, разделила кожу на тонкую, сухую и на плотную, жирную кожу. Да, это такие самые заметные два вида, два типа кожи, да, сухая, жирная. И они реагируют по-разному на вот эту сухость, на мороз и так далее. С сухой тонкой кожей происходит, конечно, много плохого, потому что она менее резистентна к различным отрицательным воздействиям окружающей среды, к сожалению. Она гораздо лучше себя чувствует во влажном, тёплом климате, там, в Таиланде каком-нибудь. Вот, но зимой страдает очень сильно, потому что при увеличении трансподермальной потери жидкости у нас происходит дегидратация кожи, и как раз для сухой кожи дегидратация, она более заметна, чем для жирной плотной кожи. Появляется чувство стянутости, сухости, появляется больше раздражения, особенно вот как на картинке. То есть мы видим здесь и сухость, и покраснение, шелушение, мелкие морщинки, увеличивается количество морщин, да, за счёт именно мелких морщинок, которые появляются из-за сухости кожи. Не из-за того, что мы как-то там морщимся или ещё что-то, а именно вследствие сухости кожи, дегидратации кожи. Уменьшение тургора кожи просто потому, что она теряет влагу, становится более сухой, менее наполненной этой жидкостью, она становится более дряблой. И отёки постозность, ну, это присуще всем людям, которые не занимаются, в принципе, спортом. Что же происходит с плотной жирной кожей зимой? Точно так же увеличивается трансэпидермальная потеря жидкости, точно так же происходит дегидратация, но выглядит эта дегидратация чаще в виде повышения сальности и появления чёрных точек на коже. То есть огромная разница, да, красная шелушащаяся кожа и просто жирная кожа с чёрными точками. Понятно, что данный вариант легче корректировать, и он не так болезненно смотрится, на самом деле, не так болезненно выглядит, можно просто всё запудрить, и ничего не будет заметно. появление или увеличение количества воспалительных элементов. Может, да, обостряться акне именно из-за дегидратации, то есть нарушения барьеров, а также из-за повреждения кожи во время как раз ветра со снегом, во время метели. Потому что жирная кожа, да, она больше склонна к акне, больше склонна к воспалительным элементам, и при микроповреждениях кожи мы можем получать акне. То есть человек погулял, а через несколько дней появились высыпания. Раздражения тоже могут быть, безусловно, но они будут не такими яркими. Ну и отёки постозности. Что необходимо делать зимой? В первую очередь не повышать вот эту сухость воздуха в помещениях. Помещением будет и транспорт в том числе. То есть меньше использовать отопительные приборы. Не зря в Европе, да и в Америке зимой температура в помещениях не больше 20 градусов. Вообще даже может быть и 17 градусов. Для них это норма. Для нас чем холоднее на улице, тем жарче должно быть внутри. То есть мы стараемся повышать до 25, а то и до 28 градусов, чтобы согреться, чтобы было приятно смотреть в окно. Вот, Виктория вот говорит, что просто они экономят. Да, в том числе они экономят, но это привычка. И за счёт этой привычки у них нет такого перепада температур, когда они выходят на улицу. У них, правда, и улицы, на улице не минус 20. Ну, хотя где-то в горах, может быть, и холоднее. Но у нас этот перепад температур действительно очень большой. Я не призываю всем делать плюс 17 градусов в квартирах, но не делать плюс 30. То есть не нужно прям батареи на полную мощность делать, да, проще одеться, чем засохнуть. Плюс к тому, что сохнет кожа, да, если мы поговорим уже как, ну, я как врач могу, да, говорить, то сохнут и слизистые. А сухость слизистых – это барьер от любых рви, с которыми мы встречаемся. И не должно быть сухих слизистых. То есть вы можете понять это. Даже по своим детям, у взрослых лучше эти барьеры работают, у детей хуже. Соответственно, если ребёнок начинает ковырять в носу до кровавых соплей, как это называется, да, то есть корочки кровавые у него в носу, это значит, что очень сухой воздух в квартире, и его нужно увлажнять и уменьшить действительно активность отопительных приборов, если это возможно. Если это невозможно, то существуют огромные полотенца, которые можно намочить и повесить на батарее. И это помогает и увлажнению воздуха, и уменьшению вот этого жара от батареи. Просто менять эти полотенца, ну не только в детской, но во всей квартире. Возможности. Не направлять отопительные приборы в лицо. Это больше про машины, да, то есть про автомобили, когда все залезают внутрь, конечно же, холодно, пока она там прогреется. Включают не только подогрев сидений, да, это, ну, приятный бонус в современных машинах, но и направляют печку в лицо. Вот этого делать точно не нужно, да, то есть обогрев стекла понятно, в лицо точно не нужно направлять. Я когда езжу в машинах, всегда я вообще выключаю со своей стороны все эти кондиционеры и так далее. То есть ни холод, ни тепло на меня не дует. Использовать наружные защитные средства при выходе на улицу. Это о чем? Это о кремах. То есть если летом, особенно при жирной коже, если она не склонна к пигментации, то наоборот не хочется ничего наносить, и чтобы она дышала, чтобы она меньше потела и так далее, то зимой все-таки кремы нужны именно как механический барьер и для внешнего воздействия, и чтобы влага не так сильно испарялась. То есть в данном случае окклюзия при выходе на мороз – это хорошо. Вот я просто очень не люблю окклюзию на лице, но зимой это работает и работает на нашу пользу. Единственное, что после прихода домой это все нужно смыть, потому что в помещениях окклюзия будет давать скорее отрицательный эффект. Увеличивает влажность воздуха в помещении. Напоминаю, что проветривание уже не увеличивает влажность. И нужно, да, делать влажную уборку, использовать увлажнители воздуха или на худой конец, соответственно, мокрые полотенца на батарее, потому что, да, это тоже работает. И не все мы живем в современных домах, не у всех есть возможность подкрутить батарею, чтобы она меньше жарила, но тогда для бабушкиных батарей бабушкины методы. Не забывать про прогулки и фитнес, потому что, да, меньше мы, конечно же, гуляем, чем летом, а как-то, ну, все равно нужно двигаться, и это все необходимо. Процедуры, которые мы можем делать в зимнее время. В принципе, это все те же процедуры, которые мы можем делать в любое другое время, плюс здесь мы можем безболезненно делать пилинги, лазеры, шлифовки, различные удаления сосудов, удаление пигментации. И лечение пигментации как раз выходит на первый план, потому что, опять же, мы не боимся солнца, и мы можем легко бороться с пигментацией, не боясь ее усиления из-за солнца. Позже я эти процедуры некоторые распишу. Последовательность процедур, да, то есть если человек ходит к косметологу давно, то его кожа обычно находится в хорошем состоянии, и никакая зима или там смена климата, смена погоды не страшна, да, потому что косметолог следит и за домашним уходом, и за состоянием кожи в принципе, потому что, ну, там примерно раз в месяц, раз в два месяца все встречаются, идет такой контроль. Если же, скажем так, пациент приходит раз в год, раз в полгода, или вообще никогда не ходил, и пришел первый раз, то что нужно делать сначала, да, и этот приход, это посещение попало на зимнее время, то нужно в первую очередь восстановить кожные барьеры, назначить подходящий домашний уход, снизить чувствительность кожи, потому что зимой кожа действительно становится более чувствительной из-за дегидратации. Соответственно, сначала делаем уходы, различные форезы, массажики, чтобы убрать отеки, также можно инъекции различные делать, да, то есть мы делаем такую положительную стимуляцию, исключительно положительную стимуляцию, скажем так, мы кормим загнанную лошадь сначала, нам нельзя лошадь стягать, мы ее должны сначала кормить, 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 и когда кожа станет хорошая, да, когда мы в ней будем уверены, что она хорошо заживет, что она выдержит любые какие-то более жесткие воздействия, там, кислоты или лазеры, дермобразии, что угодно, да, тогда мы можем переходить уже к тяжелой артиллерии, то есть к этим процедурам более таким жестким, которые обладают негативными способами воздействия, да, то есть есть позитивные способы и негативные способы. Это как раз, как бы, когда мы гоним эту лошадь, но лошадь уже должна быть сытая, тогда она будет хорошо бежать. Если же в процессе тяжелой артиллерии кожа опять скатывается в чувствительность, в дегидратацию, мы видим, что она как-то долго заживает, или еще что-то, нужно просто вернуться к первому этапу и снова ее, скажем так, подкормить, да, то есть иногда хватает всего одного какого-то ухода с питанием или даже просто массажика с масочкой, или немножечко мы видоизменяем домашний уход на более увлажняющий, более питательный, и кожа воскрешается, восстанавливается и спокойно переживает уже более жесткие процедуры. Просто не всегда мы все знаем о человеке, человек может сидеть на диете, человек может там дома тоже пользоваться какими-то непонятными пилингами или просто быть в стрессе. Во время стресса кожа всегда испытывает тоже, скажем так, стресс, дегидратацию, сосуды спазмированы в коже, и, соответственно, питание дермо ухудшено, и она просто себя хуже чувствует. Она может нормально выглядеть, но при этом хуже чувствует, и на стрессе никогда нельзя делать никакие шлифовки или там срединные пилинги, или даже поверхностно-срединные, потому что заживает все гораздо хуже. Отеки могут длиться до двух недель, и то и больше просто на стрессе, потому что, в принципе, организм, если в стрессе, то мы можем делать только первые процедуры. Сначала разберем домашний уход. В домашнем уходе должно быть очень мягкое очищение. То есть так как драйли кожу летом, уже так делать нельзя, потому что каждое умывание – это разрушение барьеров кожных. Соответственно, умывание должно быть в любом случае, но оно должно быть нежнее, чем летом и чем осенью. Как этого добиться, мы разберем. Хорошее увлажнение. Это безусловно. В принципе, хорошее увлажнение нужно всегда, но зимой особенно. И даже часто, просто когда мы восстановим хорошее увлажнение кожи, очень многие проблемы кожи уходят на второй план. Или вообще пропадают практически. То есть когда мы в первый раз видим человека с кучей проблем, мы думаем, о, как долго нам нужно делать то-то, 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 то-то. Мы расписываем, например, какой-то план действий. А потом, когда мы просто за счет домашнего ухода и одного-двух посещений на те же уходовые, или массажики на какие-то такие простые воздействия, мы нормализуем состояние кожи, оказывается, что уже кучу процедур нам и не надо делать, потому что все, кожа выглядит хорошо. Все, и, соответственно, там и морщинки уменьшились, купероз уменьшился, шелушения нет, никакой чувствительности больше нет, все хорошо. Да, отлично, отлично. Вот, соответственно, человек может приходить за релаксом, там, на какие-то массажики или форезы. Просто для поддержания этого хорошего состояния. Должна быть дневная защита от перепада температуры механических повреждений снегом, то есть крем. Но не обязательно именно крем, да, потому что если кожа очень жирная, то тогда можно использовать легкий крем, например, наш крем увлажняющий, и сверху пудру. Тем более люди с жирной кожей, в принципе, привыкли к пудре, особенно с сибореей. И пудра как раз является очень хорошим барьерным средством от всяких снежинок. Поэтому пудра зимой при отсутствии сухости кожи, при отсутствии шелушений, она очень тоже помогает не только летом, но и зимой. Уже сухая кожа, да, там лучше выбирать кремы пожирнее, поплотнее. Колд-кремы тоже можно использовать. Но единственное, что их нужно обязательно смывать после прихода с улицы. И в домашнем уходе нужно обязательно делать дополнительные процедуры, то есть это уже масочки, различные увлажняющие, успокаивающие. Итак, начнем с очищения. Напомню, что зимой как никогда становится актуально умывание без воды, так называемое, да, то есть использование мицеллярных средств. В гельтеке это лосьон очищающий, его хорошо используют для схода чувствительной кожи. Просто протираемся лосьоном, он и макияж смывает, мы, например, в клинике макияж, ну, я спокойно смываю макияж любой, при этом он не сушит кожу, и в нем также экстракты есть успокаивающие, то есть он в данном случае еще борется с чувствительностью кожи. Гель очищающий, это такой, скажем так, золотой стандарт умывания, он подойдет для нормальной жирной кожи с склонностью какны, а также он очень хорош для снятия макияжа. Очищающий мусс алоэ фьера, он обладает еще успокаивающими свойствами за счет алоэ, поэтому он подойдет для нормальной жирной кожи с повышенной чувствительностью. Но, как любые предписания, они не могут быть абсолютно точны для всех абсолютно людей, потому что у всех кожа разная, и у всех разный образ жизни. Эти продукты всегда можно сочетать. То есть, если, например, у человека сухая кожа, но при этом он использует макияж, то с утра он может протереть лицо лосьоном очищающим, а вечером смыть макияж гелем очищающим. Или очищающим муссом, если кожа склонна к чувствительности, значит очищающим муссом. Если же у человека жирная кожа, но она очень пересушена по каким-то причинам, да, может быть, очень сильно батареи жарят, и не только дома, но еще и на работе, а по дороге он едет в машине, в которой очень сильно включена печка, то тогда тоже утром можно использовать лосьон очищающий, да и вечером тоже можно использовать лосьон очищающий, не обязательно использовать умывание с водой, но потом, когда кожа восстановится, можно будет переходить на гель очищающий или на очищающий мусс. Более того, если кожа очень сухая и дегидратированная, и чувствительная, то можно вообще утреннее умывание проводить с помощью просто тоника, то есть пропускать первый этап очищения, да, и просто за счет тоника мы как бы и умываемся, а уже вечером можно будет умываться, чтобы смыть грязь и макияж, да, можно уже умываться либо лосьоном, либо гелем, либо муссом. Тонизация. Многие забывают этот этап, но я думаю, что уже мало кто, мне кажется, забывает этап тонизации, потому что тоники, они очень могут сильно видоизменить уход, за счет, то есть можно иметь одну умывалку, одну сыворотку, один крем, но при этом иметь там три разных тоника и получать как бы три разных ухода совершенно. Первый тоник с гиалуроновой кислотой и эластином, он действительно номер один для зимы, потому что это очень увлажняющий тоник, это практически сыворотка, в нем достаточно много гиалуронки, и зимой этот тоник нужен всем, даже для людей с жирной кожей, потому что он будет очень хорошо увлажнять кожу, и помогать сывороткам, которые пойдут следующим этапом, в увлажнении кожи, потому что увлажнения действительно нужно много. Тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера, он уже все-таки как водичка, то есть для сухой кожи его использовать не нужно, только для нормальной или жирной кожи, с раздражениями и с воспалениями. Тоник для жирной проблемной кожи, используется при акне, а также при отеках и пастозности, он дает немножко лимфодренажный эффект. Лосьон концентрат нео, это не совсем тоник, это можно сказать, что это жидкая сыворотка, он больше подойдет для зрелой кожи, и как дополнительный источник антиоксидантов, потому что это действительно концентрат антиоксидантов, экстрактов. Использовать его можно либо раз в день, либо пару раз в неделю, то есть от двух до семи раз в неделю, в зависимости от того, как вы на него реагируете, каких эффектов вы хотите добиться. Освежающий тоник с альфа-гидроксикислотами, он подходит только для жирной кожи с гиперкератозом, и его тоже использовать можно до семи раз в неделю, то есть начинать с двух раз в неделю, и потом можно довести до ежедневного использования раз в день. Но вот с ним, так как он не дает увлажнения, с ним лучше сочетать тогда тоник с гиалуроновой кислотой эластином, чтобы с утра, например, было больше увлажнения, а вечером будем бороться с гиперкератозом. Сыворотки. Сыворотки очень разные, и в гильтеке действительно очень большой такой пул сывороток для любых, мне кажется, случаев жизни, и еще мы очень многие сыворотки сейчас разрабатываем, то есть скоро они тоже появятся в продаже. Итак, если нужно мощное увлажнение, оно нужно очень многим, то подойдет сыворотка 3D-увлажнения плюс гели серии Нео. Как выбирать гель Нео, да, то есть у нас есть гель для сухой и нормальной кожи и есть противо-антивозрастной гель Нео. Антивозрастной гель Нео уже по названию понятно, что он больше подойдет для зрелой кожи, а также для тех, у кого есть склонность к пигментации, а также для тех, у кого есть склонность к куперозу. Вот. А гель для сухой и нормальной кожи для всех остальных будет хороший. Борьба с чувствительностью. Гель интенсив регенерация, как самая успокаивающая сыворотка, плюс сыворотка ProBioSkin, которая восстанавливает микробион кожи. При отеках гель тонизирующий за счет солей, входящих в состав, он дает такой легкий лимфодренаж и сыворотка моделирующая Active Lifting для нижней трети лица. Ну, то есть это щеки, второй подбородок, шея. Тоже будет хорошо. Сначала мы наносим сыворотку Active Lifting, затем мы наносим гель тонизирующий уже на все лицо. На веки тоже его можно. При гиперкератозе жирной кожи. Да, гель пектиновый омолаживающий за счет пектина, за счет кислоты легкой, которую дает пектин. Ускоряется процесс отшелушивания кожи. То есть можно гель пектиновый омолаживающий наносить с утра, а сыворотку Alpha Derm наносить вечером. Это наша новинка, сыворотка с кислотами. Соответственно, за счет кислот, небольшой там процент кислот, будет вот это легкое отшелушивание, незаметное без шелушения. То есть кожа станет нежнее и гиперкератоз, он потихонечку весь отшелушится. Соответственно, будет нормальная дискломация эпидермиса происходить. При акне. Гель для жирной кожи или Демотен. Это обязательная база при акне. И сыворотка ProBioSkin, которую я уже сказала, которая восстанавливает микробиом кожи. Соответственно, это то, что нужно действительно при акне. А также вечером на ночь, 2-3 раза в неделю, может быть, позже можно будет и чаще, наносится сыворотка RetiDerm. Это, напомню, сыворотка с 0,25% концентрацией ретинола. Там два вида ретинола, липосомальный и обычный, которые обладают очень хорошей активностью. При этом эта сыворотка не обладает специфичными для ретинола побочными эффектами в виде шелушения, покраснения, ретинолевого дерматита, раздражения, повышенное раздражение кожи и повышение чувствительности кожи. Это то, что присуще всегда всем сывороткам с ретинолом, кроме нашей. То есть мы ее, когда проверяли специально, выдавали людям с достаточно тонкой, с достаточно сухой кожей, которая легче впадает, скажем так, в сухость, впадает в дегидратацию и в чувствительность. И никаких побочных эффектов замечено не было за месяц-два применения. Потому что обычно все ретинолевые дерматиты они появляются в первые как раз 2-3 недели. Ну, вернее, через 3 недели они как раз проходят обычно. Вот, а так в первую неделю они появляются. Вот ретидерм, он показал себя как очень безопасная сыворотка. Единственное, что всегда, если используется ретидерм, то с утра используется крем-мультипротектор солнцезащитный. Борьба с пигментацией. Гель нео-антивозрастной, там витамин С, или гель тонизирующих, можно тоже чередовать. Гель тонизирующий, напомню, в нем содержатся витамины А, С, Е, которые тоже очень нужны при пигментации. И сыворотка ретидерма от 2 до 7 раз в неделю. То есть, в принципе, на ночь начинаем раз в 3 дня, затем каждый вечер наносим ретидерм. Доказано, что ретинол, он не только нормализует дискломацию эпидермиса, борется с акне, например, но и борется действительно с пигментацией. Причем на уровне клетки. То есть, он перестраивает работу клеток, нормализует работу клеток. В принципе, он также борется и с любыми проблемами зрелой кожи. Поэтому он еще и омолаживает. Так, вопрос. Подскажите, пожалуйста, при пигментации ретидерм наносим только на пигментированном участке или все-таки на весь массив кожи? Это зависит от того, чего вы хотите добиться и какая у вас кожа. То есть, если мы имеем тонкую сухую кожу, ну вот у меня, да, тонкая сухая кожа, и, допустим, пигментация только на лбу. По какой-то там причине, неважно, это был загар или это хлоазма. Допустим, только лоб, да, то мы можем наносить только на лоб. Потому что остальная кожа достаточно гладкая и нет гиперкератоза, нет акне, то есть нет каких-то других причин наносить туда ретинол. Если же мы имеем жирную кожу с гиперкератозом и пигментацией, даже если только на лбу, то имеет смысл наносить, ну то есть берем уже пигментацию на лбу априори, да, то имеет смысл наносить везде, кроме зоны век. Безусловно, на веки не наносится ретинол, потому что мы будем таким образом бороться еще и с гиперкератозом. Если у нас, например, акнеискариатика, когда человек на нервной почве начинает ковырять себе прыщи, да, и существующие, и несуществующие, и этот процесс бесконечен, пока он не прекратит это делать, но не прекратит он это делать, пока не сходит к психологу, к психологу ходить он не хочет, например, то нам нужно наносить эту сыворотку на все лицо, потому что у нас есть и акне, и пигментация, и шелушение, местами может быть гиперкератоз, а местами наоборот, где-то рубчики, где-то еще что-то, и таким образом ретинол будет ускорять заживление, ускорять отшелушивание этих всех проблем, то есть тоже имеет смысл на все лицо, более того, если у нас шаловливые руки еще и дотягиваются до груди, до плеч, до спины, то и там мы тоже будем наносить ретидерм. Так, вот, если кожа нормальная, пигментация на скулах, то можно только на скулы наносить, и все, потому что смысла нет наносить на другие участки кожи. Так, далее, купероз. Купероз – это проблема достаточно такая широкая, у нее много причин, может быть, начиная от того, что, что есть проблема в коллагене, то есть в одном из 28 типов коллагенов, которые делают стенку сосуда более дряблую, соответственно, сосуд расширяется, мы его видим. До, например, просто человек любит ходить в баню, да, и, соответственно, у него красные щеки. Далее, это может быть розация, да, то есть там совсем другая уже система, почему образуется купероз. В любом случае, при куперозе нужно что? Нужны витамины, которые улучшают состояние коллагена, да, то есть укрепляют стенку сосудов, это в основном витамин С, это не ацинамид, и нужен лимфодренаж, ну, витамин Е еще тоже хорошо, и нужен лимфодренаж. Все это есть в геле тонизирующем и геле антикапирозном. Их, ну, то есть можно тонизирующим наносить с утра, антикапирозным вечером, потому что на антикапирозной иногда бывает покраснение всего лица, это нормальная реакция, то есть это не аллергия, но с утра этого мы не очень хотим, да, а вечером не видно в темноте, поэтому можно, если есть такая реакция, то мы с утра наносим геле тонизирующий, а вечером уже геле антикапирозный. Кремы. Я специально разнесла кремы с сыворотками в разные блоки, потому что крем – это тоже от выбора крема мы получаем тоже некоторую модификацию ухода. Кремы бывают разные, в геле теке они достаточно легкие, то есть они не дают какого-то жесткого, жесткой окклюзии. Даже питательный крем, значит, питательный массажный спа апельсин, он все равно является достаточно легким. Он подходит для любого типа кожи, можно наносить днем, можно ночью, можно к нему делать сам массаж, можно его использовать как маску, можно его использовать для тела, но в целом он именно что для лица. Изначально придуман. Можно его использовать как крем для рук, и вот в первую волну коронавируса этот крем гельтек поставлял в клинике, в отделение, которое боролись с коронавирусом, чтобы у врачей была возможность руки под перчатками очень сильно потеют, чтобы они восстанавливали кожу рук вот с помощью этого крема. Его восстанавливали за счет того, что у него есть очень удобные большие, ну, он в больших полулитровых, по-моему, флаконах удобных, и вот за счет этого он был таким препаратом выбора, что подарить врачам. Вот, то есть он себя показал как достаточно хороший заживляющий крем в том числе. Поэтому зимой его действительно очень хорошо использовать на лицо. На лицо, на руки, куда угодно. Далее, крем увлажняющий. Это легкий крем, но у него есть СПФ-10. То есть его хорошо использовать для нормальной жирной кожи, для сухой он будет, ну, слишком жидковат. И в пасмурные дни при пигментации его можно использовать, а также хорошим будет для чувствительной кожи и после каких-то процедур в пасмурные дни, опять же. Крем-сыворотка Витаматрикс из серии Хоум Ке. Это тоже легкий крем. Он хорош за счет витаминов. В нем витамины А, С, Е, и его хорошо использовать при пигментации как ночной крем. И также для зрелой кожи, и также при куперозе. Да, помним, что при куперозе тоже нужны витамины А, С, Е. И крем-мультипротектор СПФ 50+, в солнечную погоду при пигментации и также после повреждающих процедур. Он при этом очень легкий, то есть прям вот окклюзию большой он тоже не даст. Поэтому тоже нужно учитывать, что если, ну, во время солнца не будет метели, да, то есть нам не нужна такая прям жесткая окклюзия в защиту от метели, например, да, когда мы выходим на солнечко. Вот. То есть, в принципе, этот крем вполне себе защитит кожу. А, кстати, если уж вопрос про пигментацию, да, то мультипротектор мы можем наносить четко на пигментацию, а на остальное лицо, да, мы можем наносить крем увлажняющий или крем питательный, какой вам больше нравится. Вот. Просто если есть пигментация только в каких-то определенных частях, то есть лоб или скулы, то мы можем только туда наносить мультипротектор, а на остальное лицо другой крем. Что мы можем делать в кабинете косметолога? Я не буду здесь писать про пилинги, шлифовки, да, удаление лазером сосудов или пигментации, да, потому что гельтек к этому особо не имеет никакого отношения, кроме того, что лазерные процедуры делаются по медиогелю, после них хорошо бы нанести гель-интенсив-регенерацию. И, в принципе, после всех таких повреждающих процедур гель-интенсив-регенерация выходит на первый план и помогает заживлению кожи. Но для косметологов-эстетистов, которых тоже достаточно много, и как раз они в основном используют гельтек в своих кабинетах, можно делать вот такие процедуры, зимние процедуры, да, то есть увлажняющие. В первую очередь нам нужно действительно увлажнение. Если к вам пришел человек, и он не знает, что он хочет, да, сделать ему увлажняющую процедуру. И он будет уже счастлив, потому что зимой это самое важное. Очищение можно стандартным гелем очищающим, потому что иногда мы не видим на лице хорошо подобранный тональный крем или хорошо подобранную пудру. Только когда начинаем смывать, оказывается, что макияж был на лице. Поэтому лучше использовать гель очищающий. Затем делаем энзимную пектиновую маску на 10 минут. Можно под пленку, можно без пленки. Это кто как привык. И зависит от того, есть ли гиперкератоз на коже. То есть если кожа тонкая, то можно без пленки. Если есть гиперкератоз, то лучше под пленочку сделать. Далее. Делается любой из форезов, который больше нравится, по гелю-концентрату с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой. Почему по нему? Потому что таким образом мы вводим в кожу достаточно большое количество низкомолекулярной гиалуроновой кислоты и делаем такой аналог биоревитализации, только без инъекционной, да, без повреждения кожи. Затем хорошо нанести маску аквалоудовольствия на 15 минут. Можно по ней сделать массажик и затем смыть или же сверху нанести еще и альгинатную маску для еще лучшего проникновения увлажняющих агентов в кожу. Далее остатки смыть тоником с гиалуроновой кислотой и эластином и нанести сыворотку 3D-увлажнения и поверх нее любой из гелей Нео и затем крем-питательный массаж на спапельсе. Вот, то есть каждый этап этой процедуры он все больше, больше, больше увлажняет кожу. Лимфодренажная процедура Точно так же умываем, точно так же энзимная маска но здесь лучше ее делать с массажем То есть когда мы делаем лимфодренажную процедуру когда человек пришел мы видим, что он в отеке неважно по какому мы можем расспросить почему то есть всегда так или это только зимой или подушку новую купил или просто вчера был хороший вечер но когда мы видим отек мы должны с ним что-то сделать в любом случае и лучше всего с этим помогает справиться чаще всего массаж либо микротоки но еще ультразвуковая терапия тоже хороша Соответственно все, что мы будем наносить на лицо лучше делать с массажными движениями даже если вы не знаете не умеете делать массаж то вы все равно знаете лимфодренажные линии вы все равно знаете где находятся лимфатические узлы лимфатические коллекторы и в любом случае легкий-легкий массаж он никому еще не повредил Вот Далее после энзимной маски когда вы смоете то можно сделать соответственно микротоковую или ультразвуковую терапию по гелю тонизирующему а под него нанести на верхнюю часть лица то есть там где у нас много морщин гель с бета-эффектом а на нижнюю часть сыворотку моделирующую актив лифтинг после этого можно сделать массаж по крему массажному 15-20 минут и далее смыть остатки водой и протереть кожу лосяным концентратом нео и нанести гель для зрелой кожи формула 1 и крем увлажняющий антиакно-процедура антиакно-процедура да мы помним что из-за сухости может обостриться акне соответственно нам тоже нужно как-то с ним бороться но при этом мы не должны сильно пересушивать кожу потому что кожа все равно дегидратирована зимой соответственно точно так же умывание точно так же энзимная пектиновая маска маска но здесь точно под пленку на 10-12 минут и затем частично открывая лицо то есть начиная с лба например и потихонечку открывая из-под пленки лицо да мы делаем механическую чистку если ну она обычно нужна при акне далее протираем все лицо тоником с ахокислотами делаем дарсонвализацию дистантным методом четко по воспалительным элементам далее закрываем все глиняной маской по времени глиняную маску держим не дольше 7 минут если грязевую то ее можно подольше минут 15 далее протираем все тоником для жирной проблемной кожи и наносим демотен и обновляющий флюид альфа дерм соответственно закрываем кожу кислотами за счет небольших небольшого процента кислот мы как бы ускорим заживление скрытых воспалительных элементов немножко за счет противовоспалительного эффекта мы подсушим да то есть это не совсем подсушивание это уменьшение воспаления уменьшение отека подсушим эти воспалительные элементы оставшиеся и соответственно у человека будет более менее цветущий скажем так вид более нормальная кожа быстрее все заживет после чистки процедура витаминизирующая тоже зимой у нас меньше фруктов у нас меньше солнца у нас меньше прогулок соответственно кожа тоже становится более серая более безжизненная очищение с пенкой с алоэ вера энзимно-пектиновая маска тем лосьон концентрат нео и гель тонизирующий плюс гель антикуперозный с любым форезом или микротоками да чтобы заодно сделать лимфодренаж и ввести в кожу витамины А, С, Е а в антикуперозном тоже много активных компонентов он тоже будет только в плюс далее излишки мы можем сверху сделать альгинатную маску а можем просто смыть излишки тоником с гидролизатом коллагена алоэ вера нанести сыворотку интенсив омоложение и крем сыворотку витаматрикс то есть у нас здесь максимальное количество препаратов с витаминами находится антикуперозная процедура тоже очищаем кожу спинкой затем делаем микротоковую терапию или же ультразвуковую терапию по гелю антикуперозному затем сверху наносим маску аку удовольствия для более длительного проникновения активных веществ и для более хорошего увлажнения затем остатки смываем тоником с гидролизатом коллагена и алоэ вера наносим гель тонизирующий и крем увлажняющий заметьте здесь нет этапа с пектиновой маской потому что чаще всего купероз бывает у людей с чувствительной кожей а эндимная пектиновая маска она достаточно активная и может вызвать у чувствительной кожи может вызвать легкое раздражение поэтому лучше перебдеть и можно делать без нее когда вы с чувствительностью поборетесь то после этого можно уже снова будет беспрепятственно использовать эту маску в принципе все я надеюсь что понятно было все с учетом зимних особенностей как погоды так и увлажненности в помещениях отопительных уборов особенностей различных проблем кожи и как мы можем этим воспользоваться да и какие нужны процедуры для нашей кожи желаю желаю вам солнечной зимы не очень сухой лосьон лосьон очищающий очень хорошо в клинике ну перед любой процедурой мы не всегда можем брать какую-то миску с водой и умывать тщательно но вот лосьон очищающий очень хорошо смывает макияж то есть в принципе на веки по одной ваточке на все остальное лицо тоже по одной ну соответственно две ватки то есть четыре диска вполне хватает для того чтобы снять макияж соответственно расход небольшой и главное не спешить главное правило до макияжа это дать препарату сработать то есть нужно положить ваточки на лицо и подождать немножечко тогда и тушь смоется легко и все смоется легко и беспрепятственно если же сразу же пытаться начинать тереть то кроме красной кожи и размазанного макияжа вы ничего не получите поэтому просто нужно дать сработать препарату тогда все будет хорошо вот то же самое можно сказать про любой препарат и про гель очищающий у меня потому что одна подруга говорит ну он не смывает мне макияж с лица я говорю пошли сейчас смою тебе макияж с лица и она такая ой а что нужно можно еще под глазами говорит пальцами тереть да я говорю конечно иначе ты будешь пандой вот то есть ну любой макияж ему нужно дать раствориться этим средством с павами вот тогда все смывается элементарно и лицо будет чистенькое все спасибо за вопрос спасибо спасибо Продолжение следует...